Детский дорожный травматизм ГАИ УВД Гродненского облсполкома Войтежка Александр Юрьевич Здравствуйте Александр Юрьевич Вот сейчас начались уже каникулы у детей Их очень много на улице Скажите, а что говорит статистика Увеличивается ли количество Дорожно-транспортных происшествий с участием детей Вот в такое время года Именно в теплое И когда у них много свободного времени Вообще статистика говорит Что количество дорожно-транспортных происшествий С участием детей С каждым годом в Гродненской области уменьшается Это результат и следствие В принципе Огромной работы Которую проводит не только госавтоинспекция И сотрудники милиции в целом Но и Конечно и отделами образования Совместно со всеми заинтересованными Ну и конечно родителями Если говорить о сезонности Совершения таких дорожно-транспортных происшествий То конечно мы Подразумеваем под собой Летний период Как самый острый период времени для нас Поскольку дети Понятное дело Идут на каникулы Они предоставлены сами себе Больше времени проводят на улице И конечно риски Попасть в дорожно-транспортное происшествие Находясь на дороге В такой период времени возрастает Какие наиболее частые Либо наиболее типичные происшествия На дороге с участием детей Вот как раз происходит В теплое время года и на каникулах Для этого наверное надо будет В целом коснуться По статистическим данным Дорожно-транспортных происшествий Зарегистрированных у нас На территории Гродненской области В текущем году Надо сказать что в текущем году У нас зарегистрировано 15 Дорожно-транспортных происшествий С участием детей В которых 14 несовершеннолетних Получили ранения Различной степени тяжести Это меньше чем в прошлом году В прошлом году таких Таких детей было 17 Но к сожалению Вынужден констатировать тот факт Что мы на дороге Гродненской области В текущем году Уже потеряли двух детишек То есть это светальным исходом Да, совершенно верно К сожалению Первый такой случай Произошел у нас в самом начале года В новогоднюю ночь Когда в городе Озеры Гродненского района Нетрезвый водитель Управляет транспортным средством Не справился с управлением Съехал в КУЭТ А прокинулся В результате девушка 2004 года Которая находилась в салоне автомобиля В качестве пассажира Получила травмы Несовместимые жизни Ну и второе Такое смертельное Дружно-транспортное происшествие Произошло совсем недавно 26 мая В Зелинском районе Там также водитель Автомобиля Легкового автомобиля Не справился с управлением Допустил его опрокидывание На проезжей части дороги В результате Его ребенок 2019 года рождения К слову надо сказать Который находился В специальном удерживающем устройстве Не удержался в нем Выпал И на месте происшествия Также погиб Ну а если проанализировать В целом Все дорожно-транспортные происшествия Которые произошли С детьми То надо сказать Что Вот из этих 15 ДТП Только в 4х ДТП Виновными были признаны Дети Все 4 случая Когда дети были виновны Это случаи Те факты Когда Дети Внезапно выбежали На проезжую часть Из-за припаркованного Стоящего транспортного средства Вот только в этих случаях Дети были виноваты Во всех остальных ДТП Виновными признаны Именно взрослые Именно водители Транспортных средств Если касаться Конкретных категорий Участников ДТП В частности детей То надо сказать Что наиболее Частые Категории Участников Это конечно пешеходы У детей нет машин Они чаще появляются На дороге В качестве пешеходов Либо велосипедистов Поэтому Статистика говорит о том Что вот Десять Десять Детей У нас Пострадали Именно в качестве Пешеходов Пять детей Получили ранения Различной степени Тяжести И в том числе Два ребенка Погибли Именно В тот момент Когда они находились В салоне автомобиля В качестве Пассажиров При этом следует отметить Что Вот из этих пяти Детей В трех случаях Они не были пристегнуты И не были Значит Не находились В детских удерживающих устройствах Либо В детских креслах То есть Не просто Не находились В детском кресте В принципе Не были пристегнуты Совершенно верно Безопасно Тогда давайте Обратимся Наверное К акции Внимание Дети Которая Закончилась Вот буквально На днях Проводится она Ежегодно На протяжении Последних лет В чем ее суть Коротко Может быть Кто-то не знает И заметен ли Эффект От ее проведения Правильно Надо сказать Она называется Не просто Какое-то Профилактическое Мероприятие Или какая-то Акция На самом деле Она называется Специальное Комплексное Мероприятие Внимание Дети Это Республиканское Мероприятие Республиканского Масштаба Которое Проводится на территории Всей страны Как правило Проводится С 25 мая По 5 июня Основной Задачей И целью Конечно Проведения Этого Специального Комплексного Мероприятия Стоит Основная Задача Еще раз Обратить Внимание Не только Детей На меры Обеспечения Собственной Безопасности И правила Поведения Дороги Но и Взрослых Взрослых И водителей Транспортных средств О том Что на дороге Могут появиться Дети В летний период Они там чаще Бывают Какие Задачи стоят При проведении Этого Акции И какие мероприятия Проводятся Ну наверное Основные Основные Задачи Основные мероприятия Это Проверка Содержания Уличной Дорожной Сети Прилегающих Территорий К учебным Школьным Заведениям Это Обновление Дорожной Разметки Это Оборудование Спящими Полицейскими Так называемыми Искусственными Неровностями На пешеходных Переходах Оборудование Светофорными Объектами Ну и конечно Целый ряд Огромный ряд Большой Комплекс Других Мероприятий Связанных С профилактической Направляющей Это Выступление В трудовых Коллективах Это Выступление На Родических Собраниях Размещение В средствах Массовой Информации Статей В том числе В средствах Посредством Интернет Сети Это И Дежурство В районах Школ В последние Окончит учебный Год Ну и конечно Все мы Уже знаем О том Что в период Проведения Специального Комплексного Мероприятия В обязательном Порядке В соответствии С пунктом 166.9 Правил Дорожного Движения Все Водители Транспортных Средств Вот на этот Пиред Обязаны Включать Ближний Свет Фар Либо Ходовые Дневные Огни Кроме Этого Сотрудниками Госавтоинспекции Вот в данный Пиред В промежуток Времени Больше Внимания Уделяется Порядку Использования Детских Удивающих Устройств И детских Кресел При перевозке Детей Транспортными Средствами И надо Сказать Что Вот только За период С 25 Мая По 5 Июня Сотрудниками Госавтоинспекции На дорогах Гродненской Области Пресечено 1819 Фактов Когда дети Переводились В транспортных Средствах Вне Вот таких Детских Удерживающих Устройств И детских Кресел Ну и 1018 Нарушений Опять же Оформлено В отношении Водителей Которые Забыли По какой-то Причине Включить Ближний Свет Фар Сегодня Очень много Дорожно-транспортных Происшествий В которых Дети Не получали Ранения Находясь Вот в этих Креслах В детских Удерживающих Устройствах Как правило Это Дорожно-транспортные Происшествия С материальным Ущербом И таких Очень много Я надеюсь Что в любом Случай Проводя Вот эту Акцию Вот в этот Перед Перед Каникулами Перед Летом Мы в любом Случай Так или иначе Обозначаем Эту проблему И напоминаем Всем участникам Дорожного движения О том Что дети Могут быть На дороге Какие еще Профилактические Акции Мероприятия Кроме Вот той Которая Закончилась Недавно Направленная На предотвращение Детского Травматизма На дорогах Проводится Госавтоинспекцией В целом Надо сказать Что мы Очень много Работаем С детьми И не только С детьми И со взрослыми И с родителями И проводим Все различные Профилактические Мероприятия Направленные На обеспечение Безопасности Детей на дорогах В частности Сейчас В мае Мы проводили Областной Слет Отрядов Юных инспекторов Дорожного движения То есть Из каждого Района Сюда к нам В областной центр Съезжались Лучшие Учащиеся Которые Отстаивали Честь Своего района По вопросам Знания Правил Дорожного движения Управления Фигурного управления Велосипедом И так далее И так далее Целый комплекс Таких Соревновательных Действий Которые Впоследствии Позволяют нам Определить Насколько дети Готовы К участию В дорожном движении Ну и вот Надо сказать Что Это был уже 46-й Такой Слет Слет От Юных Инспекторов Дорожного движения И команда Победитель Вот сейчас Была На Республиканских Соревнованиях Где заняла Второе Почетное место Это говорит о том Что в школах Сегодня тоже Придается Особое Значение Обучению Детей Безопасности Поведения На дороге Сегодня На базе Одной Из Гродневских Школ У нас Создан Центр Областной Центр По безопасности Дорожного движения И имеется Соответствующий График Согласно Которого Дети Из других Учебных Заведений Приходят В этот Учебный Центр Изучают Правила Дорожного Движения Решают Задачи Ну и В какой-то Игровой Форме Постигают Навыки Правил Поведения На дороге К этому Наверное Можно добавить И другие Мероприятия Профилактического Характера Вот буквально Недавно На День Ребенка В парке Жилибера Состоялась Такая акция Когда каждый Ребенок Мог Прокатиться На велосипеде Мог В присутствии Сотрудников Госавтоинспекции Посидеть Служебном Автомобиле И так далее Целый ряд Целый комплекс Мероприятий Профилактического Характера Которые Позволяют Ребенку Привить С детства Какие-то Навыки Поведения На дороге Давайте тогда Обратимся К навыкам Поведения На дороге Лето Это время Велосипедов О чем Должны Помнить Родители И дети Которые Передвигаются На велосипедах Выезжая На дорогу Выезжая На тротуар Первое Основное Правило На которое Необходимо Обратить родителям Это На соблюдение ПДД Детьми При управлении Велосипедом В ПДД Четко сказано О том Что Детям В возрасте До 14 лет Категорически Запрещено Управлять Велосипедом По дорогам Общего пользования Им В этом возрасте Можно передвигаться Исключительно Только по Тротуарам Велосипедным Дорожкам Ну и В жилых зонах Все Больше На велосипеде Детям в возрасте До 14 летнего возраста Без сопровождения Совершеннолетних Допускается Перевозка Детей Пассажиров В возрасте До 7 лет Только В специальном Дополнительном Сидении Которое закреплено На раме Такого велосипеда Вот это Наверное Основные Такие моменты На которые Необходимо Обратить внимание Прежде чем Вы отпустите Ребенка Кататься На велосипеде Кататься по дорогам Им Категорически Запрещено Это основа Ну и Сейчас Активно У нас дети Летом заняты Это пришкольные Лагеря Это различные Кружки В центрах Творчества Детей и молодежи И как правило Родители на работе А вот дети Вынуждены добираться Каким-то образом Самостоятельно Туда Тоже Может быть Какие-то рекомендации Есть по выбору Маршрута По безопасному Передвижению По городу На что Должны обратить внимание Родители Отпуская ребенка Куда-то Вот в такую дорогу Одного самостоятельно Непременно Оставлять детей Здесь самих С решением Этого вопроса Никак нельзя И конечно Первое Что надо сделать После того Как вы выбрали Куда отправить Ребенка В какую-то секцию Может быть Какой-то кружок Или пришкольный лагерь Вам надо Вместе с ребенком Сесть И всем вместе Продумать Безопасный маршрут Движения К месту И обратно домой Это не должен быть Не обязательно Должен быть Самый короткий маршрут Это должен быть Самый безопасный маршрут Ребенок должен Четко понимать По нарисованной Вместе с родительной Схеме Составленной На какой остановке Общественного транспорта Он должен сесть И в какое маршрутное Транспортное средство Как он должен себя вести В нем Передвижение Не стоять Естественно Где-то сидеть Либо крепко держаться За поручью У нас сегодня Очень много Фактов падений Взрослых людей К сожалению В автобусах Троллейбусах Когда получают травму Поэтому ребенок должен Понимать как совести Одному И в троллейбусе В автобусе Впоследствии надо Объяснить На какой конкретной Остановке он должен выйти Куда дальше должен идти И на какой конкретно Пешеходный переход Ну и не лишним будет Напомнить На какой сигнал Светофора И как он должен Переходить Через пешеходный переход Куда посмотреть Направо налево И так далее Ну и конечно Проложить обратный маршрут Зачастую обратный маршрут Не совпадает С маршрутом Первоначальным К месту Проведения этого времени Потому что Через дорогу В данном случае Уже возможно Не придется переходить А придется просто Сесть маршрутное Транспортное средство И двигаться дальше Но придется Переходить дорогу Уже в другом месте Поэтому на эти моменты Конечно нужно Обязательно В порядке Обратить внимание Еще раз Проговорить с ребенком Все эти моменты Но и не лишним Будет держать Связь с ним Но не злоупотреблять Обращает на себя Внимание тот факт Что в последнее время Молодые люди И дети в том числе Очень активно Используют наушники При движении Через дорогу Слушают музыку Отвлекаются В том числе И на телефонные звонки И не обращая внимания На поток транспорта Поэтому Телефонные звонки В такой период Тоже и музыку Наушники лучше Наверное Ну может не запресить Но во всяком случае Каким-то образом Ограничить Ну и конечно Держать связь С представителями Той или иной организации Куда он ездит Учиться для того Чтобы дополнительно Ориентироваться Где ваш ребенок И где он находится Спасибо огромное За участие в программе К сожалению Наше время стекло Напоминаю Это была программа Тема в деталях Мы говорили О профилактике Детского дорожного травматизма Смотрите нас На телеканале Беларусь4 А также на сайте ТВ Гродно.бай В студии робота Наталья Залезкая Всего вам доброго И до свидания Редактор субтитров А.Семкин